Это он писал письмо из Италии. Добрый вечер. Время тратить не буду. Поздно уже. В программу вечера я долго думал, что делать, потому что у меня очень много чего я читал в этих концертах. И потом решил, ну давайте сделаем те вещи, которые прозвучали достаточно серьезно. И я их впервые читал на публике, именно на концертах Володи Горозийского. За что ему отдельное спасибо. Итак, первое секретарение. Мужчина должен быть брутален. Мужчина должен быть брутален. Чуть-чуть неврит, немного пьян, Широк в плечах, слегка притален, полковник или капитан. Высок, умен и остроумен, С прищуром глаз, а в нем пастель. И через «О» чуть по-французски напарфюмин, А пить камюн или мартель. Он должен знать немного блока, Быть при деньгах, Дарить цветы непрежно, Быть слегка жестоким, Ценить мгновение красоты. Такой портрет рисуют дамы. Мечтания не хватает слов, А жизнь опять с уюту прямо Тупых без золи и козлов. ДТП. Первая участница ДТП. Я в красненькой ремошечке, Изящная, как кошечка, Помада в цвет и сумочка, Как нужна леди Трим. И мне все улыбаются, Восторги выражаются, И пальцами приветствуют, Кто средним, кто большим. В какое-то мгновение я вижу объявление, Сегодня скидки дикие, На нашем складе в... Но я уже проехала, Немножко неумехая. И адрес этот сказочный Стал сзади головы. Но тут не растерялась я, Подумала, собралась я, И задом быстро двинула, Чтоб прочитать про склад. А тут мужлан невежливый, Он ехал все по-прежнему, Не уступил он девушке, И значит виноват. Второй участник ДТП. Тут пип, на джипе еду я, Ни с кем пип, не беседую, Трэндит в салоне музыка, Киркоров пип, филипп, Спокойная пип улица, И тут пип эта курица, Как даст мне задом в морду, Ну просто длинный пип. Спектр ДПС. Ах, девушки красавицы, Чтоб с задним ходом справиться, Нажмите на бибиколку, Направьте нужный взгляд, Фонарики мигания, Включите вы заранее, И чайники случайные, Тогда не огорчат. Товарищи водители, Коль за рулем сидите вы, То к девушкам побдите льней, Не то что этот джип, И главное, Киркорова не слушать, От которого случится обязательно Такой вот полный пип. Страшная сказка. В деревеньке одной, Где нужда и разруха, Возле гиблого леса и мутной реки Проживала болезная с детства Старуха и старик, Инвалид без ноги и руки. И однажды они, Порядав от бессивья, Поскребли свой сусиб В темноте и без свеч, И, набравши муки, Вместе с грязью и пылью, Налекли колобком И поставили в печь, А потом на окно, Чтоб лежал остывая, Сели ждать Из последних оставшихся сил. Только бабка к тому же была и слепая, Выпал прочь кололок и к реке покатил, Запах теплой еды плыл Над солнечным лесом. Тут же заяц хиляк, Волк без зуба и с клюкой, Анемичный медведь, Лысый от диатеса, Попытались позавтракать булкой такой, Только сил на воинку Уже не осталось. Заяц прыгнул, Инфаркт, Волк упал и не встал. А медведь на костыле коперся, Устала, Заглянулся слюной И в ящик сыграл. Колобок от испуга Замешкался что-то, Тут его и ням-ням, Дистрофичка, Лиса, Съела тесто кусок В перемешку с пометом, Ну и дубу дала через четверть часа. Старики, Осознавшие ужас потери, Тут же кончились жить, Предпочтев вечный мрак. Сын, Приехавший к ним, Их увидел у двери И смертельно утарился Лбом об косяк. Констатировала врач, О, РЗ, Третья фраза. Но шагнув за порог широко, Сгорячая, Он попал на ступеньку гнилую И сразу головой в топор, И не стало врача. Обалдев, Подавилась больная ворона, Дятел с дуба упал, Увидав сей кошмар, Утопился карась. Хоть и был обречен, И от голода Помер последний комар. В общем, Умерли все. И гармонии ради, Весь печальный такой, Давший волю слезам, Я в аптеку иду И мечтаю о яде. Ну а ты, милый зритель, Убей себя сам. Ну и еще одно стихотворение, Оно последнее. Крайнее. «Путин и народ» называются. Рыбаки у берега сидели, Догорал пылающий закат, Над рекой тихо, Еле-еле слышался Родной душевный мат. Вдруг, как в сказке, Расступились волны, И на берег, Сглядами искря, Все экипированы по полной, Вышли 33 богатыря. Сняли ласты, Выклюнули воду, Галстуки поправили слегка, И, проинспектировав природу, Мужикам общим полибакам. А потом, Прикинувшись кустами, В запонке сказали, Берег чист, И явился перед рыбаками, Небольшой такой, Аквалангист. Взгляд проникновенен, Аж до шути, Несмотря на тину в волосах, Мужики присели, Это ж Путин, О, и черный поезд на трусах. Здравствуйте, Владимир, Буду краток, Скоро все изменится у вас, Будет счастье, рыба и достаток, Я нашел в реке подводный газ. Шок от судьбоносности момента, Мужиков как громом выразил, Счастье просто видеть президента, А в трусах из газа эксклюзивно. Вдруг один с огромнейшим усилием Разомкнул заклеившийся рот. Это ж повод выпить за Россию, И за нас, Ну, в смысле, за народ. За народ, Владимир подобрался, Потеплело глаз холодных синь, Пригубил полстопочки, И сальцем, как учили в школе, Закусил. Оглядел леса поля и далее, А отрягнулся от текущих дел. Нет ли тут у вас в кустах райана? Я бы вам про родину попел. Мужики переклинулись хмуро, Мол, не захватили инструмент. Не хватает нам пока культуры, Загрустил с народом президент. Все же спели под стакан и ложки, В унисон без всяких забивал, Про Россию мать, Про путь дорожки, А в конце интернационал. Президент расслабился впервые, Поглядел на сполохи зари, Как же хорошо у нас в России, Ширь природа, люди, Пескарии. Зацепила мужиков и слава, И решившись кто-то от души, Вдруг сказал, Еще по сто, и к бабам, Бабы наши тоже хороши, Все засветились в предвкушении, Но Владимир, даром что ослаб, Твердо заявил, Как поздний Ленин, Не добавь, ребята, не добавь, Все же на мне, Пошел, как в шахте с тачкой, Нефть, алмазы, запуски ракет, А еще ведь погулять с собачкой, Заплатить за воду и за свет, Некогда буквально склеить ласты, Вот на правую трещину насквозь, Как назло еще и педерастов, извиняюсь, Много развелось, Все понятно, некогда, конечно, Но помочь-то мужики хотят, И решили, что хоть в части женщин Каждый за вождя внесет свой вклад, Не познав с народом единение, Ощутив поддержки крепкой нить, Вождь пошел вершить предназначение, И всем сердцем родину любить, Поступью своей хозяйской валкой, Он пошел, как водится, вперед, Мужики вздохнули, ласты жалко, Так по кочкам до конца порвет, Спину посмотрели умиленно, Президент, а посмотри, как просто, И достав из ватников погоны, Сели обмывать прибавку звезд, Спасибо, милая Виктория, Можно книгу приобрести, Можно концерт, у меня нет места, Как тут с вами? Спасибо. Следующий участник, Он в прошлом старший офицер, Его нам ставили в пример, И он, как юный пионер, всегда готов, Эти слова известны песней Владимира Высоцкого, Как нельзя будет, Лучше подходит для следующего участника, Для которого сцена стала второй, И сейчас уже главной профессией. Если самым престижным кинофестивалем Является Каннский фестиваль, То самым престижным, безусловно, Фестивалем в жанре авторской песни Является фестиваль имени Валерия Грушина Под Самарой, который проводится. Я хочу пригласить на сцену моего друга, Лауреата Грушинского фестиваля, Полковника Груги, штаба России, И участника шести концертов, Смехом не испортишь, Михаила Каренкова. Спасибо. Дорогие друзья, в любви я не служил, Спасибо за хорошие слова, Это для меня как хвала. Дорогие друзья, шалу, товарищи, Я очень рад, что в этом замечательном месте нахожусь. И поскольку я ни еврита, ни ниши не знаю, Я решил все-таки, что надо сделать что-то такое Красивое на иностранном языке С применением и юмора, и музыки, И соответствующего вам уровня. Дорогие друзья, песня, Ну, а поскольку мы с Владимиром Довичем Достаточно много времени проводим в горах, Вот, я хочу сейчас поставить Песню, которая, мне кажется, Вам должна в какой-то степени понравиться. Песня о приключении на горнолыжных курортах, Дорогие друзья, Как ярко светит Над щаветом солнце И проникает Через светофильтры И я любуюсь На твою фигуру И начинаю петь На итальянском Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доверил мне сегодня заканчивать, и я, ощутив ответственность момента... Дорогие друзья, когда тебе подъявляют закончить концерт, это очень ответственно, волнительно, и... Господь в это время дарит тебе настоящие какие-то эмоции. Я хочу, чтобы вы поприветствовали замечательного специалиста в области звука, Олега нашего, уважаемого. Спасибо вам большое, замечательный звук, спасибо, настоящий звук. Мы живем всю нашу жизнь, как и наши бабушки, и дедушки, и папы, и мамы, в удивительное время, в удивительном месте. И я, как офицер во втором поколении, хочу сказать, что главное для нас, для всех, дорогие друзья, и для офицеров, и для сержантов, и старшин, и солдат, и вообще для всех, кто живет в этой прекрасной стране России, это чувство оптимизма. Потому что все равно, чтобы ты не сделал, придет замечательный человек, а потом скажут, что ты сделал неправильно, иди отсюда нафиг. А потому что ты так сидишь, понимаешь, так бы я показывал вот этих замечательных людей, а получается, что на тебя. Наша жизнь такая прелесть, не дает заснуть со скуки. То пугает нас потерь, то ломает ноги, руки, то кричит заре навстречу, то лежит. Ребята, утром, полдень, ночью, вечер, отвезти невероятный. А еще беда, конечно, этот мозг, что вечно ноль, он ехидный, бессердечный, телу не дает покоя. Но не этот, то не тот фасон в обновках, хлад зимой и жарко летом, тут ему совсем хреново, тут дурака сволочи-то. Если сил уж нету больше, если скрытешь, больше нечем, смехом печень не испортишь, не испортишь смехом печень. Смехом печень не испортишь, не испортишь смехом печень. Пусть пахмельные рассветы, но не пахнут свежей розой, но в сражении с жизнью летой есть неумеенный козырь. Для того, кто менял вечность, кто силен душой своею, не испортишь смехом печень, разум глупостей сильнее. Не пытайся быть героем, не считай себя как кашкой, сделан ты своим покровем. Ошибся, что ж не страшно, вылезай из этой явы, отрыхнись, воды напейся, и нам всем дурдом сладым просто от души посмейся. Не испортишь смехом печень, не испортишь смехом печень, не испортишь смехом почки, не испортишь смехом сердце, утро, вечер, звук или вес. Если защищаться нечем, улыбайся, брат и точка, ужас твой невероятный, сам подохнет, вот те крест. Спасибо. Михаил Калинкин. Наш концерт подходит к концу, мы бы хотели пригласить на сцену всех участников концерта. Пока не расходитесь, мы называем всех Албум. Елена Алдун. Анатолий Белкин. Александр Батвинников. Юрий Викторов. Александр Баляев. Владимир Гавриков. Вадим Зверев. Михаил Калинкин. Китая Катьяна. Валерий Клюков. Валерий Клюков. Сергей Сатин. Валерий Ременюк. Андрей Ситнянский. Инна Савельева. Сергей Сераухов. Юрий Свердлов. Тарасей Эль-Георгий. Жанна Титова. Хигай Александр. Градийский Владимир. И кормилица Анна Татьяна. Ох, как нас было. Так, фотографируйте. Анатолию Белкину представляется слово заключительное. Я бы вам после пестина ничего. Друзья, несколько заключительных замечаний. Во-первых, я хотел бы сообщить, что, по всему прочему, представляю я здесь такую забавную организацию, которая называется Совет по общественным наградам Организация Медведенных Наций. Это ничего не значит, но название красивое. И вот цель этой организации состоит в том, чтобы находить достойных людей и награждать их достойным образом, минуя официальные государственные каналы. Не потому что государство плохое, просто оно не успевает. У нее много других законов. И вот сегодня мне доставляет большое удовольствие от имени Совета по общественным наградам Организации Объединенных Наций и Академии Российской Словесности за благородную благотворную литературно-концертную деятельность и заслуги пропаганды российской культуры наградить поэта и автора исполнителя Владимира Давыдовича Городзейского Золотой Пушкинской Медалью Ревнителю Просвещения. За то, в принципе, так и действие, которое мы делаем. Ну, золото там, правда, не. И еще два коротких объявления совсем, потом уже будет конец. Во-первых, сразу после этой программы будет игровая наша программа «Еврейские части». Она абсолютно бесплатная, на нее можно остаться, можно не оставаться, как угодно. Она напоминает игровую программу «Кто хочет стать миллионером» с реальными призами. Кто понравится, кто останется, тот не пожалеет. Далее здесь представлены книжки. В некоторое время еще они будут представлены, можно подходить. Ну и, наконец, послезавтра мы даем здесь еще один концерт с участием чудесного поэта из Израиля Евгения Минина, а также нашего парта Ликтора Скарамагата. И я немножко тоже на подпевках. Пожалуйста, приходите в 7 часов вечера во вторник. Ну, теперь на этом у меня все. И я предоставляю слово всем подряд. Миша? Сейчас, гитару нужно? Олег, можно мне гитару включить? Да. Сейчас, сейчас, сейчас. Олег, наверху есть звук оператора, пожалуйста. Включите мне гитару. Гитару. Сейчас, ага. Ага, все. Вот идет по свету человек-поэт, И себе и людям улыбаясь. А кем стихов он произвел на свет, Пишет он для нас немало лет. Приходит осень, Перед нею было лето, Но он для поэта, Не для стихов. Приходит осень, Все в природе замирает, А поэт он отживает. И стихи писать готов. Та-дам-там-там. Вот идет, придет по свету Афорист, Мой Борис, милый, поэтай селья. Скупьем слетает Афорист, Канлист. Он умен и веселый, И че приходит время. И анонимным вопросом, Что приумал в эту осень, В глазах замрет, Приходит время. Сотни мыслей афористов, Остроумных, мудрых, чистых, Отправляются в поет. Афорист, исполнитель Осенью чудак, Осенью для него очагает. Даже если с ритмой Что-нибудь не так, Он споет и будет все ништяк. Приходит время, И приносит донкаменье, Песни и стихотворенья. Адамы сердцы в этом саде, В этот вечер вместе с нами, И приносит судьба с друзьями, На веселый наш концерт приходит время. И приносит вдохновенье, Песни и стихотворенья. Адамы сердцы в этом саде, В этот вечер вместе с нами, И приносит судьба с друзьями, На веселый наш концерт. Та-дам, тара-дам! Спасибо, дорогие друзья! Приходите на наши концерты, Поех не заканчивается! Канда всего 10 лет. Книжки вот покупайте наши! Спасибо!